нет никакой отдельной ситуации на дорогах социум таков что если мы возьмем каждую структуру детский сад школу армию милицию дорогу мы получим микропортрет государства неравенство на дорогах это опять же лишь частный случай неравенства вообще в налоговых органах в возможности получения каких-то благ при открытии своего дела при получении заказов подрядов и так далее так далее есть каста приближенная к власти который можно гораздо больше чем обычным гражданам есть все остальные люди и на дороге происходит точно такое же расслоение на власть имущих и потерпевших еще раз говорю это новое средневековье и отражение каста у него родологического общества в условиях всеобщей автомобилизации которая началась при путине за счет там закупки массы автомобилей там в двухтысячные годы да уже при путине предупотребительского рая все это выперло во всю во всей красе я думаю что перед богом все равны и поэтому неважно кто ты какой должен занимать простой ли человек или человек высокого ранга обязанности которые есть на дороге они существуют равные для всех ну как бороться ну наказывать что тут сделать конечно это выход безобразие это ужасно но у меня мне кажется получше стало во всяком случае я меньше сейчас вижу этих машин с мигалками таких явно непонятных ну как-то по москве у меня ощущение что я меньше вижу таких реальное равенство всех людей на дорогах и не только на дорогах можно обеспечить только тем когда мы искореним коррупцию когда мы перестанем договариваться друг с другом тогда будет абсолютное равенство